Приветик, друзья! Каждому по приветику из солнечного, жаркого Петербурга. Не знаю, друзья, мне кажется, у нас опять 27, очень жарко, легкий ветерок, красотень, лето вовсю. Сегодня у нас парад прошел в Петербурге. Я не ездила, потому что еще не готова к массовым мероприятиям, скажем так. Вот, смотрела по телевидению репортаж. Ну что, там Невский проспект был окружен, не пропускали на Невский, это хорошо. Там вдоль стояли, ну, стоял караул вдоль Невского проспекта. Я вот ставлю, может быть, кадрики вам. А потом, говорят, когда прошел парад, естественно, все открылось, и людей оказалось много, много. Поэтому я не стала, думаю, не хочу пока в толпу. У нас, вообще-то, массовые мероприятия запрещены до 29 числа. Я не знаю, ради парада. Вот, парад все-таки провели. Провели, ну и хорошо. Поздравляю вас всех с этим, друзья мои. Парад прошел. У нас парад начался в Петербурге. По Невскому идет оркестр. Ну, я обратила внимание, что нет людей вообще. То есть, там стоит караул вдоль дороги, вдоль Невского проспекта. А, нет, тут немножко люди ходят, видите, там возле магазинчиков где-то. Ну, как-то не пойму, это люди. Ну, да, чуть-чуть вот пару. Может, это... Ну, зрителей нет, как обычно, массово, конечно. Может быть, кто-то и проходит. Но, вообще-то, я вижу только в форуме стоит караул. А вон дальше люди ходят. Там, видишь, где сад. Понятно. Ну, видишь, все-таки... Ой, как много людей. Вы там посмотрите, ребятушки, там дальше. Так что, друзья, проходит парад в Москве. Проходит прямая трансляция и в Петербурге. Новостях потом посмотрим все вместе. С праздником, друзья! Хотя 9 мая праздник как-то так необычно. Необычно, конечно. Хорошего денечка, друзья мои. А день у нас сегодня жаркий, солнечный. А я хочу вам рассказать быстренько историю. Мы вчера ездили... Так, на ваши вопросики отвечу. Я вижу, вижу. Обязательно отдельным видео запишу. Пишите, потому что Рилия мне задала вопрос. Такой большой, обширный. Надо отдельное видео сесть, вернее, спокойно записать. Обязательно отвечу. У кого есть еще вопросики, пишите. Все посмотрим, все прочитаем, все ответим. Итак, мы вчера... Хочу рассказать вам маленькую историю быстренько. Вчера мы ездили, короче, по делам целый день. Поэтому у меня так поздно видео вышло. Но я ничего не снимала особо, потому что, ну, не к месту было снимать. Ездили за 80 километров от Петербурга. И так вообще, и смех, и слезы. Ездим, короче, мимо какая-то деревенька такая малюсенькая, там, три дома называется. И стоит магазинчик. Магазинчик такой вот продуктовый, как будто ларечек, даже не ларечек, а магазин. Вовнутрь можно заходить, но он очень маленький. Киоск такой, даже не знаю, как назвать. Маленький такой. Короче, я сижу в машине, думаю, не пойду. А пацаны пошли купить. Не пацаны, а мужчины, с которыми мы ездили по делам. Серьезные дядьки. Выходят, смеются. Это кошмар. Я говорю, что такое? Рассказывают. Заходим. Ну, они с водой потом пришли. Я-то так далековато была, и я не смотрела за ними. Как они там, когда вышли, когда зашли. Короче, смеются, рассказывают. Заходим. Никого нет в магазин, сидит продавщица такая, женщина крупная. Так, ребятушки, продолжаю рассказывать историю. Меня немножко отвлекли уже на пару часиков. Значит, представляем картинку. Заходим в магазин. Сидит продавщица. Только шагнули через порог. И первая фраза продавца. Пошли вон отсюда. Мы так удивились. Вот мужчины мне рассказывают, что случилось. Может, мы не заметили, у нее табличка какая-нибудь там на двери. Может, у нее обед. Спрашиваем, а вы открыты? Открыто. И что? Ну, так мы просто купить хотим. Я сказала, пошли вон отсюда. Надели маски и потом зашли. Представляете, вот таким тоном. Нет, по факту-то она права. Нужно, конечно, заходить в масках. Нужно меры безопасности соблюдать. У них маски эти были, они были спущены. Но вот эта первая фраза продавца вообще уже забыли, что такое возможно. Даже представить страшно после того, что привыкли в Петербурге. Все чинно, спокойно, вежливо. Знаете, вот так. А здесь сразу так с порога пошли вон отсюда. Ой, смеялись вообще, смеялись. Ну, естественно, они все купили, вышли. Вот это мне рассказывают. Я теперь не удивляюсь вот тем историям в интернете, где показывали видосики, что продавцы со швабрами бросались на молодых людей, которые заходили в магазин без маски. Ну, все, мои дорогончики. Надеюсь, вы улыбнулись вместе со мной. Всего хорошего вам. Хорошего вечерочка. Пишите комментарии, отвечу на все ваши вопросики. Оставьте лайкусик, не забудьте. Все, мои дорогунчики. Пока-пока.